Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я показывал, как можно использовать разные бусинки. Меня попросили мои земляки из Луганска о том, чтобы я более подробно вплоть до того, что связал мушку, на которую практически сложно достать, допустим, металлические бусинки. Это все пластмассовые бусинки. Как вы видите, это было, допустим, такого цвета, стало такой. Это было серебристое, стало вот таким. Можно использовать лак, который флуоресцентный. Очень хорошо помогает, кстати, при изготовлении всевозможных стримеров. Он пластмассовый, поэтому для выполнения мушки я вам сейчас покажу, как это все изготовить. Не имея под руками практически тех материалов, которые возможно достать в больших городах. Ключок. Можете брать практически любой тот, который вы захотите связать нимфу. Но так, чтобы он хотя бы немножечко подходил для того, чтобы вязать нимфы. Сам, допустим, шарик я поставил обыкновенный, который пластмассовый купил в галантере на магазине. Как вы видите, вот он достаточно сильно болтается у нас на цевье. Что для этого можно? Подматывать нитку, все что угодно. Но мы поступим немножко по-другому. Мы все равно будем выполнять огрузку, так как в основном эти нимфочки мы используем на определенных глубинах. Поэтому промотаем немножко свинцом. Огрузим наш стример или мушку, что вы надумаете для себя изготавливать. Обмотачку выполняем по голому цевью. Потому что мы будем с вами потом этот свинец, который мы намотаем, вставлять в то отверстие, которое есть в шарике. То есть мы его немножечко сбалансируем. И как раз этим устраним тот дефект, что шарик наш болтается. Величину приблизительной огрузки мы выбираем сами. Если нет свинца, пожалуйста, я так думаю, что кусочек медной проволоки трансформаторной можно разжиться всегда. Тем более подобрать по диаметру. Теперь отодвигаем наш свинец или же промотаем еще. Это все будет зависеть от того, что вы хотите изготавливать. Я буду изготавливать нимфочку несколько больших габаритов, так как я крючок взял уже 14 номер, а не 20-й, 22-й. Но учитывая ее габариты, спокойно можно вылавливать любую белую рыбу. Как раз этим вы и отсортируете любую мелочь. Теперь аккуратненько мы с вами подровняем наш свинец. Проверим, входит ли в отверстие. Отлично входит в отверстие. Капнем капельку клея на цевьё и задвинем наш свинец. Шарик наш пластмассовый плюс наш свинец, поэтому закрепится он достаточно хорошо. Вот как вы видите. Все, теперь оно уже у нас стоит намертво. Промажем немножечко еще свинец, чтобы наш клей пропитался. проник поглубже и хорошо захватил наш свинец. Правда, он уже у нас никуда и так не денется. Теперь мы для изготовления должны с вами взять нить. Нить практически здесь можно использовать любую. Начиная от 6.0, учитывая величину этого крючка. Но желательно, конечно, так, чтобы нить у вас была хотя бы 8.0. Сразу закрепили у загиба, вернее, у края свинца и движемся немножечко вот так вот до загиба. Совсем немножко не доходим. Отрезаем остатки. У меня остается зачастую вот так остатки перышек из древесной утки или черка покровных перьев. Я их собрал вот в такой небольшой пучочек и мы с вами сейчас изготовим хвостик. Но для того, чтобы наш хвостик смотрелся более симпатично, нам необходимо вот здесь сделать вот такое утолщение. Своего рода шарик. Чтобы потом приподнялось наш хвостик. Вымеряем длину. Длина примерно равняется у нас от шарика до нашей нитки. То есть длина нашего тела. И притяжной петлей сверху вниз подхватываем наше перышко. Подхватили. Посмотрели его длину. Нас вполне устраивает. Немножечко можно, правда, сделать покороче. Вот так. Нас вполне устраивает. И теперь, пока мы не начали крепить все материалы, отрезаем, чтобы 10 раз не мотать на одном и том же месте. У меня имеется из елочных украшений вот такой плоский люрекс. Можно использовать проволоку. Крепим здесь же. И так как мы больше уже материалов никаких крепить не будем, мы спокойненько теперь закрепим тот материал, который мы с вами уже закрепили у хвостика. Немножечко промотали. Учитывая то, что у нас будет из хорошего даббинга изготавливаться наша мушка, провалы нам не нужны. И немножечко вот так мы подмотаем перепад, который у нас есть между свинцом и нашим телом. Подровняли. Возвращаем нашу нить там, где мы с вами закрепили материалы и наш хвостик. Теперь будем изготавливать даббиновую петлю. Или же можно так сразу нанить, как вам будет удобно. То, какой техникой вы владеете. Я беру, наношу клей, обыкновенный клей-карандаш, который имеется во всех магазинах. И беру даббинг из набора. Можно использовать, как я уже неоднократно повторял, мех наших домашних животных. И совсем немножечко, маленькими-маленькими порциями наношу на ней. За счет клея наш даббинг хорошо держится. Вот мы нанесли, слегка его вот так подмяли, посмотрели, добавили. И рукой изготовили для себя вот такую даббинговую нить, прокручивая ее, как вы это уже знаете. И начиная от хвостика, двигаясь к нашей грудке, начинаем увеличивать понемножечку объем. Вот мы с вами дошли до места крепления груди. И здесь более плотнее сделаем вот такой переход. И я подготовил небольшой кусочек полиэтиленовой пленочки, которой мы будем выполнять чехольчик. Обыкновенная пленка, которая идет в упаковке материалом. Желательно выбирать так, чтобы наш полиэтилен был несколько потолще, поплотнее. Здесь крепим, следим за тем, чтобы было ровненько. Закрепили нашу пленочку. Посмотрели, как она у нас будет переворачиваться. И на месте крепления мы опять с вами должны немножечко промотать, буквально совсем немножко промотать нашей даббинговой нитью. Так, чтобы скрыть место крепления и чтобы не бросался в глаза переход к нашей пленке. Вот так будет достаточно. И теперь берем наш с вами пленочку, отгибаем. Переходим к основному моменту. Лапки я буду изготавливать у нашей мушки из вот такого пера. Это перышко можно уложить вот так сверху, используя как покрывное. Можно намотать у колечка. Я хочу изготовить нашу нимфочку так, чтобы у меня мои перышки были, ложились сверху. Так как мы закроем все это чехольчиком. Желательно подобрать так, чтобы у нас подходило перо, лапки по длине нашей нимфочки, которую мы с вами изготавливаем. Теперь мы должны с вами изготовить грудку. Грудку можно изготавливать из более темного даббинга. Но учитывая то, что у нас достаточно здесь разных элементов, которые оттеняют нашу мушку, мы будем использовать все тот же даббинг. Если у вас нет перышка, можно спокойно не укладывать перо, намотать вот так даббинговую нить, потом ее закрыть сверху нашим чехольчиком, и потом распушить, придав нашему даббингу положение лапок. На ваше усмотрение. Подобрали остатки нити, чтобы было удобно наматывать, и стараемся так, чтобы у нас вышла плотная хорошая грудочка. Не доходим буквально пару миллиметров до нашего шарика. Вот так. И теперь уже мы берем, переламываем наше перышко, которое мы с вами подготовили. Выбираем, сколько нам необходимо, какое количество лапок. Для нашей мушки. И стараемся так, чтобы у нас уже никуда не ушло наше перышко. Убираем лапки в сторону. И теперь аккуратненько прихватываем. Следим за тем, чтобы перо находилось строго сверху. Подтянули. Оно у нас уже сверху. И пару-тройку оборотов закрепим уже окончательно наше перышко и остатки отрежем. Чтобы удобно было отрезать, я обычно всегда проматываю пару раз перед пером. Ость поднимается тогда вверх и более удобно отрезать наше перышко. Убрали. И теперь самый ответственный момент. Мы должны вот так рукой, пальчиками смочив их слегка разровнять наши лапки. Отогнули слегка пленочку. Пока ничего не предпринимаем. Выполняем обмотку теперь нашим лерексом. Шаг и количество оборотов выберите для себя экспериментально. Сколько вам, допустим, будет необходимо и будет позволять ваше тело. Теперь я беру, буквально вот так, раздвигая наши, используя даббинговую иглу. Отодвигаем наши лапки, которые будут перышко символизировать. И выполняем намотку теперь поверху пера. Помогаем даббинговой иглой. Или же, как я иногда использую, можно взять зубную щетку. Не торопясь так, чтобы у нас вышло симпатичное разделение лапок. В дальнейшем, если у вас будет желание, эти лапки можно промазать клеем. И у нас выйдет хорошая имитация веснянки. Удаляем. Разровняли хорошо наше перышко. И учитывая то, что спинка у нашей нимфы черная или коричневая, я беру коричневый фломастер, если у вас есть в наличии, можете взять черный фломастер. Это уже не так существенно. Подкрасили еще немножечко наше перо, так как мы к нему уже здесь на спинке не вернемся. И теперь ответственный момент. Мы должны с вами аккуратненько, так чтобы не подломались наши лапки, уложить сверху нашу пленочку. Если пленочка вот так, как у меня, несколько шире, надо выполнить вырез. Мы с вами, так чтобы было видно вам, вот я выполнил вот такой вырез, чтобы не травмировать наши перышки и аккуратно завершить вязание возле нашего шарика. Подровняем лапки, так как потом у нас не будет возможности это сделать. Укладываем четко, так чтобы оно у нас находилось сверху. Первую делаем вот так, накидную. Стараемся не продавливать, потому что можем порвать нить. Подтянули. И уже вторым, третьим оборотом мы с вами хорошо можем подтянуть. И как вы видите, вот у нас вышла вот такая хорошая, красивая спинка из полиэтилена. Не надо использовать что-либо у нас другое. Нанесем немножечко клея на нить и выполним с вами буквально парочку оборотов с клеем. Так, переворачиваем в другую сторону и выполним теперь прямо возле шарика. Сильно не стараемся, так чтобы не образовалась некрасивая наша шея. И теперь берем, спокойненько сделаем один оборотик узловязым, так как у нас там находится клей и достаточно качественное у нас вышло крепление. и аккуратно, так чтобы мы не подрезали то, что мы с вами только что закрепили не в один прием. Вот так подрезаем. Как я уже говорил, можно спокойненько взять промазать. Вот вышла вот такая нимфочка. Мы теперь возьмем с вами сверху, так как она у нас должна быть темнее. Прямо вот так можно по телу, по нашей пленочке. Стараемся не задеть наш с вами шарик. Подкрасим фломастером. Вот и все. Наша с вами вот такая симпатичная нимфа готова к работе. Она достаточно огружена. Можно грудку сделать больше огрузить свинцом. Ну, этого достаточно для того, чтобы она погружалась у нас до двух метров спокойно. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!